Хозяйка липу обдирает Зацвела липа Она усердно собирает Ну-ка покажешь, как ты собираешь-то Тик И рвет, и рвет, и рвет, и рвет С лестницы главное Сегодня какое августа? Какое? 8 августа У нас только можно липу обдирать Цвет липы Да, все говорят, вообще Второй день только солнышко вышло Да, солнышко первый день вчера там не было практически Вечером, да, уже чуть-чуть только вышло Сегодня хоть ночью 8 градусов было Да, погрелись Ну, как бы минус 8 не сточило Ну, это у нас запросто Да Вот у липа эти орешки Оказывается, тоже используются Вот такие они Ну, это, наверное, на юге Где они вызревают Потому что у нас они Мне кажется, не вызреют Да, вот такие они маленькие Ах, какие еще зеленые Внутри орешков еще нету Но По запаху Ничем не пахнут Зеленью пахнут И все Так, дождь начался Пойду в теплицу Продолжу разговор Про эти орешки И вообще Про липу Вот такая сушеная липа у меня получилась Цветочки Такой запах Вообще Ой, приятность одна Так Как их сушат Цветки срезают Скроющими листьями Ножницами Сушат в тени Хорошей вентиляции Удаляя побуревшие И потемневшие Срок хранения Высушенных цветов Два года Хранить их в плотной стеклянной таре В мешке холщовом Или в бумажном пакете В сухом и темном месте Так Из цветов липы Делают препараты Повышающие Мочеотделение Патагонные Улучшают выделение Желудочного сока Увеличивают Секреции Пищеварительных Желез И облегчают Отток желчи Противовоспалительное И успокаивающие Наружное Для полоскания Горла При простудах Стоматите И воспалительных Процессах При мочке И припарке При отеках Язвах Воспалении Гемороидальных Узлов Ревматизме И подагри Семена липы Вот эти Семена липы Маленькие Горошинки Пятимиллиметровые У нас В данный момент Содержат Сладковатое Жирное Пищевое Масло По вкусу Напоминающее Миндальное Так Сейчас мы по нему Почитаем Еще Плоды липы Представляют Округлые Мелкие Односемечковые Орешки С кожистыми Околоплодниками Масло Светло-желтой Краски Слабо Выраженным Запахом Липового Цвета Масло Считается Одним Из лучших В качестве Кондитерского Жира Очистить Применить Как ее Очистить От оболочки Орешки Внутри Оболочку Наружную Снимаем Растолочь В ступе Пестиком Залить Кипятком Орешки Орешки Бывают Так как Липы Разные Виды Бывают Орешки У них Гладкие И С гранями Которые Гладкие Давятся Легко О которых Есть Грани Те Более Жесткие Их Можно Вскрыть Только Молотком Под действием Кипятка Масло Всплывает Высвобождается Липовые Сливки Как Можно Сготовить Размолочь Орешки И Залить Кипятком Один К одному Перемешать Несколько Раз И Оставить На 12-24 Часа Полученные Сливки Как Молоко Какао С липовыми Сливками Приятен На вкус И Отдалет Миндалем В общем Сливки Получаются Похожие Как На Молоко Какао Только С липовым Вкусом Так Теперь Соцветия Как Применить Можно Настой Цветов 3 столовые Ложки На 200 Млитров Кипятка Настоять 10 минут Пить Горячим По 1-2 стакана 2-3 раза В день После еды По 1-2 стакана 1-2 стакана Более Много 2-3 раза В день Так Настой Наружно 6 столовых Ложек На 200 Млитров Кипятка Заливается Настаивая 10 минут Для полоскания И протирания Лица При жирной Кожи Применение Листьев Липы Заваривать И прикладывать К больному Месту Как Примочки В общем Аллергия Может У некоторых Людей Появиться От липового Цвета Ой Ну да Липового цвета И этих Орешков Так что Кого есть Склонность К аллергии Быть осторожным Пропивать Настой Курс Один месяц Так что Вот эти орешки Тоже можно Применять Но их В средней полосе Наверное Где они Вызревают Там Наверное Есть смысл Но Когда Вот их Давишь В них По крайней мере Сейчас Ничего Нет Птицы К ним Интереса Не проявляют Ну вот Там Что то есть Такое Маленькое Может Они Когда Вызреют Или Может Зимой Они Будут Питаться Ими Раз Они Жирное Масло Содержат Ну Пока Так Вот Внутри Ничего Пока Интересного Нет Ну А Липовый Цвет Конечно Приятная Вещь Содержат Продолжение следует...